3 апреля с обсуждения информации о предстоящем общеобластном субботнике началось очередное оперативное совещание с участием руководителей организации и предприятий, а также представителей контрольных и надзорных ведомств. У нас с вами 8 апреля, это вот в субботу, будет проходить большой общеобластный субботник. На этот субботник нужно будет нам подготовить с вами объем работ. Будем привлекать жителей Ивана Валерьевича. Значит нужно всю информацию разместить на сайте управляющей компании, на всех досках перед входом в подъезды, также газеты, телевидение, у нас на интернет-портал, на нашем сайте все информации по поводу общеобластного большого городского субботника. Я так понимаю, начало у нас будет в 10 утра, да? Да. В 10 утра, да, у лидера, да, будем так же собираться? Также управляющая компания, продумайте пункты выдачи инвентаря для жителей, максимально нужно будет подготовиться, чтобы люди, которые хотят принять участие в уборке города, чтобы могли получить там перчатки, мешки, грабли. Сложные аварийно-восстановительные работы выполняла на прошедшей неделе ресурсоснабжающая компания ТСК «Мусэнерго». Отчитался руководитель электрогорского филиала Олег Мочилов. В следующий день, в предприятии работы в штатном режиме, на прошедшей неделе, уже несложные аварийно-восстановительные работы на улице Шалине, от 5 до 17-го, мы разменили сеть центрального отопления. К сожалению, мы ушли в субботу, мы все сделали. Далее на Калинина, Радченко и Семашко врезали, тоже на предыдущей неделе, топикновые линии, чтобы врезали в спустынки, чтобы прокачать систему водоснабжения этих улиц. Значит, на сегодняшний день, согласно гарантийным письмам, делаем благоустройство. Но, к сожалению, сейчас Сорен Георгиевич немножко занят, как я понимаю, но, естественно, все остальное. Исполняющий обязанности генерального директора управляющей компании «Ленком» Иван Мохов отчитался о проделанной работе. На прошедшей неделе управляющая компания отработала в штатном режиме, производим уборку территории города, работаем в соответствии с муниципальными контрактами. На текущий момент у нас вывозится большой объем веток после опилотки. Производим работы по ремонту в четырех подъездах. Также на прошедшей неделе провели капитальный ремонт освещения, уличное освещение надподъездного по Советской 42 и ремонтно-осстановительной работы уличного освещения Радченко-Ленина. Все остальное в штатном режиме. Обратите внимание, очень много мусора на придомовых территориях. И вот вчера вечером прошелся Тульска-Ленина, на улице Кражиновской, за домами, перед домами. Есть еще остатки мусора, которые, в принципе, силами дворника можно пройти, собрать. Вот Ленина 18, обратите внимание, Горького 4, вот эта большая поляна, которая у нас перед храмом Горького 4, на бульваре, тоже очень много мелкого мусора. В течение недели нужно сегодня дать поручение всем дворникам. Но там, в принципе, немного осталось пройти, посмотреть по максимуму вокруг домов и все жилые территории, все застройки, все интерпортальные дороги, проезды, все навести порядок. Также я вам собирал у вас, когда на неделе вместе с начальником ГЖКО давал им отдельное поручение. Вы должны там уже подготовиться, продумать, значит, по покраске опоры освещения, по побелке деревьев. Это уже, грубо говоря, вторая половина апреля. Также сейчас, пока дороги у нас такие, можно сказать, влажные, сырые от дождя, нужно обратить внимание на уроку дорожного смета и на подметание дворов, тротуаров, всех пешеходов, пешеходных переходов и дорожек. И состояние контейнерных площадок. Некоторые контейнерные площадки требуют небольшого ремонта, в частности по улице Комсомольске, там вдоль школы идут, там где-то там профлист оторванный, где-то там профиль оторванный, тоже нужно проехать, все посмотреть. В середину апреля будем проводить высадку деревьев, дайте всю информацию, какая была потребность у вас со стороны жителей, жители обращались ли в каких дворах, где что засадить, где-то засадить, нужно там кусты, деревья, всю информацию тогда со схемой Максима Игоревича. Хорошо. И в завершение просьба обратите особое внимание на исполнение поручений, которые в результате нашего большого кода, который в четверг проходили, и в среду встреча с жителями была в 16-й школе, там есть определенные поручения и по благоустройству, и по ремонту квартирных домов. Одно технологическое нарушение произошло в компании Мособлэнерго на прошедшей неделе. Повреждение кабеля от питающего центра в сторону АП-315. Причем не одно повреждение, а три. Ну, в общем, мы работали в конец недели, в выходные, восстановили кабель, поставили под сохранным напряжением. По работам. Значит, проводили работу по технологическому присоединению. Это район улиц Линейный, Вкоколейный. На данный момент привезли и поставили КТП. Погодили также работу по улице Классона. Строили линию на 4 кВт. Продолжаются работы по капитальному ремонту линии 6 кВт в районе Белого Моха. Ну, и провели еще рейды по СНТ. Юрий Геннадьевич, обратите внимание на рекламу, которая находится на опорах и на 6 кВт в районе СНТ, и по городу, в котором у нас находится, где совместная подвеска или силовая линия. На прошлой неделе снимали рекламу вдоль, по направлению как раз дачи Белый Мох и в сторону кладбища. Вот, так же по Белому Моху. Мы сегодня отправим еще каждый раз, каждую неделю снимаем, понедельник или пятница. Каждый раз приезжаем то же самое. В рамках работы по исполнению муниципального контракта прошла неделя в муниципальном бюджетном учреждении «Дорожное хозяйство и благоустройство». На прошедшей неделе работали согласно муниципальному заданию и намеченному плану. Значит, начали, кроме уборки мусора за дорог, начали обрезку поросли. Покруг деревьев. Значит, и ремонт ограждения, которое было подпорочным вследствие зиме уборки. Значит, к сожалению, погодные условия полум объема не мешают, не способствуют уборке смета и дорожного покрытия. Но мы готовы в любой момент начать, как только погода наладится, исправить. Все остальное в рабочем порядке. Михаил Юрьевич, а по ямочному ремонту, я смотрю, там ваш подрядчик уже напилил. Да, мы совместно, да, работаем. Сейчас как-то погода наладится. Завтра погода хорошая, послезавтра погода нормальная. Можно уже начинать, особенно с улицы Классона. Планировано это неделю, да, Дмитрий Сергеевич? То есть, имейте в виду, наверное, я думаю, что завтра, в принципе, завтра погода, там 12 градусов, солнечный день. Пульс Классона, я думаю, что она уже просохнет, можно потихонечку начинать. Согласно, в любом моменте. Хорошо, ну. В управляющих организациях ТСЖ «Витязь-22» и ООС «ХРУ» работа по обслуживанию многоквартирных домов осуществляется в штатном режиме. В том же ютубочном режиме, в нечезначенной ситуации у нас было отключение гражданской квартиры, жителей, которые не проживают. А утечка газа где была, в квартире? В квартире. Ее отключили, да, в квартиру? А почему попасть не могли? Они живут в Москве, здесь бывают зачаренные, у них нет родственников, квартирят, непонятно. А как, квартиру скрывали? Нет, они приехали, мы им вручали претензию по задолженности, вызвали их. Мы долго ждали, наконец приехали, мы отполучили, что и газ могли. Детская площадка, которая корабль у вас стоит большой, вот ее надо красить. Мы ее подмазываем там, где... Подмазывать не надо, ее надо красить. Полностью? Ну, конечно, там места, где панели, которые разрисованы, значит, их, наверное, они должны быть... Нет, то, что разрисовано обязательно полностью закрасить. Ну, а там, где как и свежие, площадка установлена осенью прошлого года, поэтому я думаю, что, наверное, всю-то ее нет смысла. А вот эти панели, которые имеют надписи, их все нужно будет подкрасить. В плановом порядке осуществляет уборку закрепленных участков дороги компанией Мосавтодор. На прошлой неделе мы занимались очисткой проезжей части, после снегопадок также, очисткой проезжей части, уборкой тротуара, уборкой мусора на посадочных площадках и выходные мы занимались уборкой смета. Сегодня мы отработаем. Вот уборка смета, видно, по правой стороне, при въезде в город сделана, вот левую сторону у вас стало сделать? Ну, вот сейчас они приступили к уборке собранного смета. На этой неделе мы приступим к мойке автопавильона, к очисткой посадочных площадок. А что у вас с покраской бордюров в этом году будет? У нас покраска бордюров заложена только на посадочных площадках. Где места высадки и посадки пассажиров? Да. О восстановлении бордюров. О восстановлении бордюров. Ну, восстановление у нас есть, мы, когда только будет готов бетон, мы сможем получать бетон тогда. Вот в районе Советско-43 там и по ямочным ремонту тоже. Ямочным тоже приступим. Когда? Ну, я так думаю, что на следующей неделе. На следующей неделе, да. Если будет возможность, пожалуйста, электрогорск рассмотрите в первую очередь. Потому что вот эти дороги в принципе нормальные, но вот эти ямы, которые там есть, в районе улицы Коржиновского, улицы Горького, они, конечно, нервируют водителей и всех нас. Хорошо. Все их объезжают, получается, там, не дай бог, какие-то там происшествия будут. Контроль по исполнению муниципальных контрактов производит МУПДЭС. Отчитался руководитель предприятия Александр Лавриненко. В неделе проводили контроль по исполнению муниципальных контрактов. Все замечания до подрядных организаций, до города, в порядке. Остальные вопросы и шаги в рабочем таком. Александр Николаевич, готовьтесь к проведению субботника на МУПДЭС на лидере в 10 утра в субботу. Да, конечно. Встречаемся с нами. Еще вопросы есть? Спасибо. МУП порядок и ритуал работают в штатном режиме. На этом работают штатном режиме. Ясно-корречный, чем порт мусора. У нас в ряду после оконавиума. Александр Анатольевич, ряд вопросов. Смотрю, опору там поставили. Да, поставили. А что с освещением? Мы же говорили, там, заменить на светодиодные светильники. Не знаю, что не на парикенде где-то посчитали. Это будет больше 100 тысяч. Ну, пока... Ну, хотя бы частично. Немножко сложно. Давайте свет у нас. Ну, хотя бы частично. Там не все сразу. Можно, грубо говоря, по одной стороне, четыре стороны сразу потихоньку делать. Ну, сделаю. То есть, план есть просто немножко друговость. Сергей Евгеньевич, изменительный контроль тогда есть. Чуть позже, тогда чуть позже. Но эту работу надо сделать. А то весь город светится белым цветом, а рынок желтым. И еще замечания те, которые в результате обхода были. Соответственно, запиловка деревьев с вот этим погребом, где там целый пустой. Мы там уже частично брали, я с ним приходил, посмотрел. Там немножко осталось. Но я думаю, за неделю все сделаю. Хорошо. В среду будем проводить большой обход. В 10 утра зайдем к вам на территорию, туда нас встречайте. И постарайтесь до среды тогда по максимальности замечания. Хорошо. Проекта работы в штатном режиме, вопрос в порядке. В пятницу с начальником торгового отдела участвовали в разметке из кадастровыми инженерами в отметку, то есть по новому кладбищу. То есть, как бы отметки даны, то есть размечена территория в 5 гектаров. И дана осевая линия для строительства дороги. Можно начинать. Михаил Васильевич, я предлагаю завтра, давайте после обеда, вот Валентина Владимировна Срепина здесь, мы с вами пройдем, посмотрим территорию, где планируется построить новую школу, сюда, на Чкалово. И тогда с Михаилом Васильевичем выйдем и с Сергеем Евгеньевичем туда непосредственно на тот участок, посмотрим план работы и, в принципе, для себя определимся. Еще, Сурен Игоревич, возьмите тогда за собой. О работе многофункционального центра «Мои документы» отчиталась Лариса Рассохина. В последние недели у ПЦ работают в школе движения. За отчетный период оказывают 129 услуг. Занимаемся активно подготовкой к введению новых услуг в ПЦ. Готовимся к субботности. Статистику работы городской больницы представил главный врач Николай Суворов. В село в больнице 178 пациентов, 115 с круглослужащих, 60 минут принято, 66, а врачи номер 4 вызов по скорой помощи, 66. Мисс Олегович, разрешите доложить по поводу инцидента дороже транспортного, который произошел в субботности. 01.04.11.10.15 во время оказания медицинской помощи пострадавшей женщине в результате ДТБ, машина, которая вылетела с дороги. Это на отрезке между нашим городом и городской дорогой М7. Произошло столкновение стоящей на машине обочине скорой машины с автомобилем скорой медицинской помощи и автомобилем, двигавшись со встречной полосы. В момент столкновения сотрудники скорой медицинской помощи и пострадавшие находились в карете скорой помощи. В результате два фельдшера и один водитель получили травмы средней степени тяжести. Были доставлены в травмпункт полбасадской ЦРБ. Там была оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники направлены в данный момент на амбулаторное долечивание. Была выведена оперативно бригада скорой помощи новая автомобильная линия. Сбоев в работе не было. Автомобиль скорой доставлен, эвакуирован на территорию больницы. Сейчас в понедельник приступим к оформлению всех необходимых документов. Хотелось бы выразить отдельное спасибо сотрудникам скорой медицинской помощи, сотрудникам ГИБДД, сотрудникам МЧС, службе эвакуации. В общем, всем людям и всем сотрудникам, а также руководству администрации за ту помощь и поддержку, которая была оказана в этой непростой ситуации. Мы продолжаем выполнять Ваши поручения по поводу очистки лесопарктовой зоны к прилегающей территории. Там объем работы значительный. Конечно, еще раз отдельное спасибо и молодежи Единой России, и партии, и организации молодая гвардия Единой России, которая будет нам помогать, планирует помогать в 8 апреля, но для того, чтобы это продолжить в свое время вот эти работы, нам необходима, конечно, помощь в плане вывоза накопившихся веток. Конечно, безусловно. Значит, Николай Александрович, в отношении субботника, субботник восьмого будем проводить там же, на этом месте, и дальше продолжать работу по наведению порядка на территории городской больницы. Значит, в среду будем делать, когда обход, зайдем к вам на территорию, либо позже после этого приедем, после этого обхода. Определимся с объемом работы и с планами на субботу. Предварительно готовьте весь коллектив на выход, на ведение порядка именно вот на этом участке. А также в отношении этого инцидента, который произошел в субботу, сегодня вот два фельдшера и водитель, они где находятся? Два фельдшера находятся сейчас на домашнем лечении, а водитель уже приступил к работе в описанном жиле. А фельдшеры когда планируются? Фельдшеры, ну вот в течение недели они будут наблюдаться, потому что у них ушиба. При проведении дополнительных исследований нарушений, я имею в виду со стороны костной системы внутренних боролевых не выводят, поэтому, в принципе, я думаю, в скором времени они восстановятся. Хорошо, но первое, Сергей Николаевич и Николай Александрович, узнайте, есть ли какая-то потребность, может быть, я не знаю, какой-то помощи, либо это медицинские препараты, либо еще какая-то там, я не знаю, может быть, какая-то другая иная помощь нужна этим людям. Дайте информацию, если нужно, мы тогда в любой момент сразу им окажем такую помощь. И второе, как только выйдут на линию, значит, Надежда Сергеевна, продумайте тогда вместе с сыном Николаевной награждение, и это особый знак благодарности и внимания вот этой бригаде. О прошедших и предстоящих мероприятиях информацию представила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления развитием отраслей социальной сферы Лариса Карапетян. На прошлой неделе в отделе учреждения культуры, спорта и молодежной политики велась дальнейшая работа. 30 марта хореографический коллектив «Дэнс-шоу» Дома культуры принимал участие в пятом международном фестивале конкурса детского и юношеского творчества «Звезды столицы» в городе Москве и получили наши ребята дипломы за первое и второе место степени. Средняя группа и смешанная группа. 31 марта в Доме культуры состоялся юбилейный вечер Юрия Бодрова, 50 лет творчества. 31 марта в поселке Фрязево прошел командный турнир по греко-римской борьбе в памяти героя России Бориса Воробилова. Наша команда Электрогорска заняла первое место и за быструю сватку был награжден также наш электрогорский спортсмен мальчик Чучков Тимофей. 1 апреля спортсмены также отделения греко-римской борьбы и спортивной школы принимали участие в 34-м юношеском турнире, посвященном памяти героя Советского Союза Горячего. Наши спортсмены также заняли первые и вторые места. 1 апреля студия современного танца лига нашего Дома молодежи принимала участие в торжественном открытии шахматного турнира в городе Орехово-Зуево. 2 апреля вчера в нашем физкультурно-воздоровительном комплексе лидер состоялись ежегодные соревнования по плаванию. В этих соревнованиях вчера принимали участие 180 человек, детей из семи городов Московской области собрались ребята. Все участники были по итогам награждены цельным податком. Сейчас у нас в работе подготовка к турниру в памяти Альберта Михайловича Исаева, заслуженного тренера, и готовимся к одним трудам. Когда будет у нас турнир проходить? 8 апреля, в эту субботу, в 12.00 в здании полиции. О работе образовательных учреждений города и о прошедших в нем мероприятиях отчиталась начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова. В течение прошедшей недели все подведомственные учреждения работали в штатном режиме. 28 марта принимали участие в областном семинаре в городе Риутове по теме «Профилактика ксенофобии, экстренизма и национализма в детско-подростковой среде». С 27 по 31 марта учитель начальных классов школа номер 16 Федюнина Татьяна Анатольевна принимала участие в областном этапе конкурса «Педагог подмосковья-2017». Из 64 участников Татьяна Анатольевна была 16-й. В четверг 30 марта на базе детского сада номер 39 прошел городской фестиваль-конкурс «Юные дарования». В конкурсе приняли участие воспитанники всех дошкольных образовательных организаций города. Победителями в номинации «Народный танец» стали коллектив детского сада номер 35 и 39, в номинации «Спортивный танец» победитель коллектив детского сада номер 39, а в номинации «Современный танец» победителем стал коллектив детского сада номер 41. Педагог дополнительного образования ЦДО «Истоки» Иванова Ульяна заняла третье место в районном конкурсе декоративно-прикладного и народного творчества в рамках районного праздника «Не все коту масленица». Воспитатель детского сада номер 39 Мацкова Светлана Ивановна будет принимать участие в областном конкурсе «Воспитатель года-2017», который состоится на базе ГКТУ города Орехово-Сулыба. Информацию о работе отдела социальной защиты населения представил заведующий отделом Владимир Морозов. В прошлом деле все учреждения подвижны с Министерством развития Московской области на работе в штатном режиме. У нас состоялся пропуск Минсоциализма по согласованию социального паспорта на муниципалитет связан с доступной средой. Социальный паспорт мы согласовали. Также, как и говорил, мы начали работу по жилищному фонду. Четыре дома у нас в доступе, где проживают инвалид, колящики, в паспорте, мейл. Это Бразилия, одни из первых Московской области, потому что такая работа как бы еще начинается. Текущая работа, работа с обращением граждан лично приедет сегодня. Ну и, соответственно, на этой неделе все наши учреждения примут участие в суббитке. А встречаться мы будем там же на том месте, да? С вашим учреждением? Я думаю, да. На месте? У нас вводных нет никаких, ждем информации. Сергей Николаевич, есть вопросы? Владимир Анатольевич, хотел вам выразить благодарность за работу в субботу плодотворно и на многодетных, то, что мы с вами там проходили, по работе определились и по субботникам, и по привлечению дополнительных сил многодетных, и также в связи с этим инцидентом. О работе Государственной административно-технической инспекции отчитался начальник территориального отдела номер 13 Госаднотехнадзора Московской области Кирилл Гальченко. За прошедшую неделю на территории городского округа Электрогорск было выявлено 14 нарушений закона благоустройства, по всем нарушениям были приняты меры административного воздействия, выдано предписание на принятие мер. Основные направления были в работе и продолжает место быть. Это содержание территории, содержание полос отвода объектов дорожного хозяйства, это касалось и федеральных, и региональных дорог. Хотелось бы в этой части обратить внимание МОСОБОЛ-Леса на состояние территории вдоль трассы 7 и принять соответствующие меры по наведению порядка. На этой неделе у нас запланирована работа по осмотру и содержанию территории кладбища мест захоронения, в том числе в Электрогорске. Денису Олеговичу было акцентировано внимание на опиловку и уборку веток. Я дополню эту информацию, что в соответствии с законом облагоустройства Московской области на эти работы, на уборку порубочных остатков отводится трое суток. Я прошу эти сроки выдерживать. Просьба или предложение. Вот в четверг мы делали большой обход по городу, проходили достаточно много участков. И нас, по крайней мере, меня лично беспокоит тревожное состояние нашего вокзала, именно РЖД. Что беспокоит? Когда идем в сторону нашей платформы Электрогорск, там как будто совсем другая жизнь, там как будто совсем другой город. Начиная с всех тротуаров, подходных путей, дорожек, все в мусоре вообще. Мы просим Михаила Юрьевича. Михаил Юрьевич понимает, что это не его зона ответственности и уборки. Также управляющая компания, вот в результате этого обхода управляющая компания вдоль железного полотна, Михаил Юрьевич убирал все подходные пути, дорожки к платформе. А ТСК Мосэнерго убирали, значит, теплотрассы, которая там проходит в районе платформы, где сначала платформа. И тоже это не их участок. В итоге мы напрягаемся все, напрягаем все наши службы, все предприятия и убираем совместно за РЖД. Плюс у них там есть помещение, да, в середине, которое находится. Там что-то в виде контейнерной площадки, которая не оборудована, не обустроена. Вокруг нее там достаточно большое количество мусора, каких-то веток они там напилили. Ну, я думаю, что так продолжаться постоянно не может. И транспортную прокуратуру приезжала, там уже выдала ряд замечаний и предложений. Давайте вместе как-то синицируем, я не знаю, какую-то большую проверку, либо проведем в отношении них какую-то работу, чтобы они немножко изменили свое отношение к работе. Потому что так продолжаться не может, и мы постоянно ходим за ним и убираем. Зачем нам это нужно? И мало того, вот я указал, да, тех людей, те компании, которые занимаются. Это у нас Михаил Юрьевич, МБУ дорожного хозяйства, управляющая компания «Ленком», ТСК «Мосэнерго» и еще подрядчики, которые делают у нас сейчас парковку в больнице, в больнице делают парковку. Подрядчика попросили провести опиловку с хостойных деревьев, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожного полотна. Мы понимаем, что там люди ходят и что, не дай бог, эти деревья могут там в результате порывов упасть, но они вообще ничего не делают. Инициировать большую проверку в состоянии транспортной прокуратуры мы готовы всегда принять участие в этой проверке и в части полномочий. На сегодняшний момент времени в отношении РЖД в рамках нашей компетенции возбуждено шесть административных дел именно по содержанию их полосы отвода и объектов дорожного хозяйства, железнодорожного хозяйства на территории Электрогорска. Мы будем продолжать эту работу. Галина Вячеславовна, вместе с Александром Евгеньевичем и с Максимом Игоревичем и по возможности Кирилл Сергеевич тоже подключить обращение еще раз в транспортную прокуратуру и в Минтранс Московской области. Фотографии там предостаточно. И вот Владимир Анатольевич нам еще хочу добавить. Галина Вячеславович, я просто был участником проекта транспортной прокуратуры. Буквально две недели назад мы с ними встречались. Они подтвердили, я не знаю как, что просто для информации сообщу, что будут возбуждать в отношении РЖД это по, не знаю как правильно это называется, дыркам, которые в платформе находятся, да, это электрогорска. И платформа 14 километров, что-то они будут пытаться сделать с переездом, потому что у них там переезд не по правилам. То есть вот такую работу они планируют провести. Если нужно будет конкретную информацию. Это безусловно важный, но еще есть элементарные вещи, такие как санитарная защитная зона, пиловка, уборка, мусора и состояние контейнерных площадок, и состояние подходных путей наших жителей на платформу. То есть это в том числе. Ну видите, сколько у нас вопросов по этому объекту. Здесь еще такой момент очень интересный. У нас, не знаю, много муниципалитетов, таких как мы, у нас инвалиды не могут уехать никуда. Мы этот вопрос поднимаем. В данный момент времени у нас есть обращение инвалидов-колясочников в сторону РЖД, чтобы создать условия. В принципе, мы тоже готовы подключиться к этой работе. Я помню, что есть устоявшаяся практика таких проверок, проводимых прокуратурой, в том числе и транспортными прокуратурами, когда они приглашают представителей различных служб, и в части, касающейся, каждый принимает меры воздействия. А уже материал возбуждает непосредственно сотрудники прокуратуры, потом они передают просто на рассмотрение ведомства, верно. Это очень действенное, но это работает. Письмо готовьте. Обращение, письмо, время и тогда все отправляем. Спасибо большое. Работу пожарной части номер 254 представил заместитель руководителя 254 части Сергей Сидоров. За прошедшую неделю, за субтитры, пожаров не было. В выходные дни проводился работа населения по соблюдению правил пожарной безопасности на СНТ, в ближайшие в городе. Также будут проводиться в следующие выходные дни. У меня есть такой небольшой вопрос. 8 числа, в полу 22, где написано, будут проводиться субботники. А мусор будет увозиться или куда он будет? Мусор будет увозиться, конечно. Возиться. Тогда хочу сказать, наверное, для тех, кто будет проводить субботники, о запрещении сжигания мусора на дворовых участках, на СНТ, на КОН. И хотел бы особо внимания сказать, что в это время, когда это будет тепло, приедут нам дачники. Это он как второй город будет. Хотел бы обратиться к ним, что ни в коем случае нельзя сжигать траву. Сколько мы ходим, мы это все объясняем, они как-то дают, наверное, не доходят. Потому что, как говорится, трава-дрова, забор и дом. То есть, сгорит это все. То есть, чтобы были повнимательнее. Спасибо. У меня просьба. У вас металлический забор, который примыкает к бетонному забору в углу. Вверх у него оторвался, он немножко у вас наклонился. Посмотрите, подтянуть его и приварить нужно. Сделано, конечно. Есть вопросы, Сергей Евгеньевич? Нет, мы подачникам датчиков уже часть проходила, собирали, уже проводили с ними беседу, разъяснительную работу, проверили. Каждый год проводим. Да, ну вот в пять. Каждый год проводим. Каждый год проводим. О работе подразделения Электрогорского отдела полиции информацию озвучил заместитель начальника Электрогорского отдела полиции Федор Зайкин. За неделю отделом полиции получено 78 обращений граждан. Они отработаны все в полном объеме. Хотелось бы остановиться на нашей работе участковых и полномоченных, которые на эту неделю установили адрес у нас в городе, в котором были зарегистрированы иностранные граждане с нарушением миграционного законодательства. Собран материал. Буквально на этой неделе сейчас будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца данной квартиры, который позволил и зарегистрировал у себя жилища иностранцев. Кроме того, проводилась активная работа по выявлению жителей, имеющих большую задолженность по административным штрафам и их неоплачивающих составлено 8 протоколов на данных лиц. Хотелось бы отметить, что степень наказания под данным протоколом статьи 20.25 – это до 15 суток ареста. Буквально в пятницу у нас в городе была совершена квартирная кража. Я хотел бы на ней остановиться поподробнее, точнее о причинах совершения данной кражи и тем самым предупредить многих жильцов нашего города. Жители, владельцы этой квартиры находились дома, но при этом входная дверь в квартиру не была закрыта на запирающее устройство, то есть фактически была открыта. Преступник, методично обходя подъезды домов, дергал за ручки дверные, высматривал квартиру, которая таким образом открыта и совершил кражу сумки владельца с денежными средствами, с документами и банковскими карточками. Благодаря камерам данный преступник был установлен, в настоящее время он задержан. Почему я об этом говорю? Хотел бы предупредить многих жителей, я знаю, что такая практика и имеется у многих, находясь дома, не закрывая дверь на запирающее устройство. Будьте повнимательнее. В электрогорском участковом лесничестве готовятся к весенней высадке леса и к пожароопасному сезону. Работаем в штатном режиме. Сейчас готовимся к весенней посадке леса и к пожарному сезону. Деревятчики выполняют комплекс мероприятий. Хотелось бы отметить, что касается автодороги, Москва-Горьки, работа ведется. Есть очень много вопросов. Ежегодно мы составляем протокол административного нарушения. Значит, основной вопрос в том, что между землями госплесфонда и полосой отвода автодороги есть полоса нераграничной собственности. Там очень много сухостоя, и чтобы, значит, он не падал на дорогу, дорожники осенью просто убирали свою полосу и видят, когда опасное дерево, они просто его валили в противоположную сторону, чтобы она не упала на проезжую часть. Что дальше будет, значит, очень сильно идет усыхание. Мы считаем, что с твоей стороны, что вот раньше практически весной 10-15 деревьев стоялось в постойных убирали, а сейчас, значит, ну, полностью беловые деревья полностью высохли, сосна тоже подвергается, значит, усыханию. Видимо, очень большая нагрузка идет, углекислый газ, вот, не успевает очищаться. Но это не нам решать, значит, вообще полоса должна, наверное, шире разрубаться, полоса отвода этой дороги, чтобы продувалась и нормальное насаждение было. Лед очень сплошное высыхание леса. Именно в районе вот трассы, да? Да, начиная от Кузнецов, да, прям по опушке, от Кузнецов и вот даже ревок нашей дороги. Да, на других дорогах то же самое. Я присматривался по другим трассам, очень большим, Киевское шоссе, там полоса отвода, метров на 40, с каждой стороны, чисто от Курета до леса. Очень у нас лес близко, значит, это примыкает к дороге. И учитывая еще, что за порочные земли... Завтра будете принимать участие в совещании? Да. Завтра, да? Да. Хорошо, завтра тогда обсудим высадку леса и новые участки тогда. Новые тоже. О работе автостанции отчиталась начальник станции Светлана Кондратюк. В нашей следующей неделе автостанции работаем в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций не произошло. Уборку производим ежедневно. Не ожидая сегодня, когда начали производить уборку на газонах, прилегающих к нашей территории, в том числе и в лосоотводе, в РЖД. Вот 8 числа на субботнике будем набирать, я и пользуюсь грязнему лесу. А все остальное за год в числе. Традиционным пожеланиям главы городского округа Электрогорск Дениса Семенова хорошей трудовой недели оперативное совещание было завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова